Здравствуйте, уважаемые любители спорта! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Спорт для всех» и я, Екатерина Абрамова. Завершился командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Чемпионат, к которому чебоксары усиленно готовились практически год. Чемпионат, который останется в истории не только российского, но и зарубежного спорта. И сегодня в нашей программе мы вместе вспомним, как все начиналось и чем все завершилось. Провести спортивные соревнования европейского уровня задача непростая, ведь продумать надо было многое. Подготовить стадион олимпийский, гостиницы, организовать прилет спортсменов, сформировать команду волонтеров, наладить систему спортивного питания, обеспечить безопасность. И этот перечень можно продолжать долго. Оргкомитет работал почти в круглосуточном режиме. Главный вопрос, о котором бы хотелось сегодня поговорить, и он действительно остается во главе угла всех наших переговоров с европейцами, это вопрос логистики, вопрос доставки команд. И прежде всего, конечно, это вопрос доставки команд из Франкфурта в Чебоксары и из стран, из Украины и Белоруссии в Чебоксары. С этой задачей справились на отлично. Именно немецкий Франкфурт на Майне стал пересадочным городом для девяти команд, а это более 650 спортсменов и их представителей. Чтобы они были доставлены в Чувашию, было организовано четыре чартерных рейса. Нас очень порадовала солнечная погода. Когда мы приехали сюда, нас порадовало большое количество людей, которые нас здесь встречало. Я уверен, что Чебоксары – хорошее место для этих соревнований. Мы надеемся, что соревнования в Чебоксарах пройдут хорошо для всех нас. Всего Чебоксары встретили 12 сильнейших сборных со всей Европы. А это Россия, Германия, Франция, Великобритания, Украина, Польша и другие. Для обслуживания командного чемпионата было отобрано 350 волонтеров – самых активных, вежливых и коммуникабельных. Причем добровольцев отобрали не только из Чувашии. Мы работаем на стадионе Олимпийский сегодня в течение всего дня, когда проходит соревнование. Сначала мы работали на входе, проверяли билеты, распределяли зрителей. Потом нас перевели в зону, где сидят вид гостей. Чем мы занимаемся? Мы проверяем те же билеты, следим за тем, чтобы на стадионе был порядок. В принципе, вот все наши задачи. Это очень интересно. Одновременно ты общаешься с разными многими людьми, с тренерами, спортсменами. А также помогаешь людям. И это главное, я считаю, в работе волонтера. Понятно, как важны для спортсменов хороший отдых и качественная еда. Организаторы выбрали несколько известных гостиниц в столице республики – «Спорт», «Россия», «Ибис» – и досконально проверили их готовность. Уже разработанное для участников чемпионата меню дополнили блюдами чувашской национальной кухни, которые, как известно, готовятся из экологического сырья. Надеюсь, что мы не подведем нашу республику и наше руководство республики, что гостиничный комплекс, гостиничное хозяйство города примет более полутора тысяч спортсменов, участников этого грандиозного соревнования на пять с плюсом. Все гостиницы подготовлены, большая нагрузка пойдет на гостиницу, ляжет на плечи гостиницы «Россия», так как там будет размещено пять команд. В соответствии со всеми международными требованиями преобразовался и Олимпийский. Зона для пресса, для комментаторов, судей, разминочное поле предусмотрено все до мелочей. И теперь с уверенностью можно сказать, что центральный стадион города Чебоксары готов принять любые крупные легкоатлетические соревнования. «Разминочное поле, оно полностью реконструировано, и там будет уложено тоже покрытие, которое лежит на основной арене. Это есть требования для проведения чемпионатов Европы, мира. На разминке спортсмены должны бегать по такому же покрытию, по которому будут бегать на основных соревнованиях». Чебоксары сильно продвинулись в подготовке со времен прошлого визита ассоциации. Были вложены большие инвестиции и проведены работы по организации мест для размещения гостей. Не менее важно и то, за какие награды будут бороться легкоатлеты. В Чебоксарах впервые были презентованы медали командного чемпионата Европы. Медали прибыли сюда прямиком из литейных цехов. Эта медаль сошла с конвейера самой первой. А всего изготовлено более 70 комплектов. На лицевой стороне – эмблемы чемпионата, наоборотный – символ матери-покровительницы. Дизайн медали продумали чебоксарские художники. Но не только тут проявили себя мастера-чувашии. Сувенирная продукция и наряды девушек, участвующих в церемонии открытия, были созданы тут же на нашей земле. «Работа идет полным ходом, осталось очень мало времени. И, как говорят, идет за счет уже 3-2-1-0 пуск. Заканчиваются уже мелкие детали – это пошив платьев для девушек-стран, участниц, которые будут представлять кокошников, штандартов. Есть некоторые детали, которые мы пока не раскрываем. Они будут раскрыты в момент церемонии открытия». Все тайны были раскрыты на церемонии открытия. Красная площадь давно уже стала местом проведения торжественных мероприятий. На этот раз праздничная программа превзошла все ожидания. Профессионализм участников покорил зрителей. За нами новый век идет по следу, предчувствуя рекордов яркий миг. Летите, птицы, пусть добром и светом победы наши озаряют мир. Сами соревнования смогли смотреть жители более чем 14 стран мира. На центральном стадионе было установлено телевизионное оборудование, позволяющее подавать сигнал высочайшего разрешения. Наладка телеаппаратуры проходила под неослабным контролем генерального секретаря Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, исполнительного директора командного чемпионата Европы Михаила Бутова. «Мы довольно много поработали в преддверии чемпионата вместе с Европейской Ассоциацией. Это была такая большая промо-компания. И на сегодня уже подтвердилась телетрансляция в 14 странах Европы плюс Евроспорт. Это значит покрытие всех стран Европы плюс еще и внеевропейских стран. И по предварительным нашим таким прогнозам, аудитория, телевизионная аудитория чемпионата в этом году будет больше, чем в предыдущие годы». Интересный факт. На командном чемпионате в Чебоксарах работала та же компания, что освещала и универсиаду в Казани, и Олимпиаду в Сочи. Поэтому качество телевизионной картинки, как и обещали организаторы, была на достойном уровне. Но даже она не сравнилась с той, что увидели болельщики, придя на стадион. «Я могу сказать, от своей сборной и от других сборных, кто вот с нами общались, все просто в восторге. Президент Европейской ассоциации легкой архитектуры приехал, он просто сказал «Вау». Вот, у его шокировало открытие самого соревнования сами. То есть, насколько публика гостеприимна. И он говорит, такого чемпионата нигде никогда я не видел». Соревнования шли два дня. Команды-участники оказались достойными соперниками. Но, конечно, от российской команды все ждали только побед. «Прежде всего, конечно, команда Германии. Это нынешние чемпионы Европы в команде. В прошлом году в Германии они выиграли. Естественно, у нас есть желание в России, чтобы победила сборная России. А, конечно, очень сильные команды Франции и Великобритании. Вот, пожалуй, наверное, основные конкуренты. Хотя в отдельных видах, безусловно, могут быть победители из других стран. Но еще раз, командный чемпионат Европы – это такое специальное соревнование, очень интересное, где важно не допустить никаких провалов в отдельных видах. Это практически трудно компенсировать остальным спортсменам. Это единая команда, и команда должна победить». И российская сборная оправдала все возложенные на нее надежды. Командный чемпионат Европы по легкой атлетике завершился фееричной победой наших спортсменов. Именно им с самого начала удалось задать темп соревнованиям и удерживать лидирующую позицию до самого финала. В течение двух дней трибуны на Олимпийском стадионе не утихали ни на минуту. Ведь тут шла борьба за кубок командного чемпионата. А значит, от выступления каждого спортсмена зависело положение сборной в турнирной таблице. «Для нас было важно каждое очко, чтобы не в зависимости, как спортсмен, чувствовать себя на дистанции, в секторе, чтобы каждый боролся до конца. И хотя бы одно очко – это уже задача минимум. Ну, конечно, задача максимум – это первые места». «Личное, честно скажу, оно не так ответственно, не так ответственно. То есть, ну, проще, ну, не то, что проще относишься, но команда очень-очень волнительная, очень действительно хочется, чтобы команда выиграла. Поэтому волновался, сегодня сильно нервничал». Соревнования открылись с женских прыжков с шестом, где российскую сборную представляла Анжелика Сидорова, спортсменка, представляющая в национальной команде Москву и Чувашию. Она сумела осуществить прыжок в 4 метра 70 сантиметров, повторив свой личный рекорд. Перепрыгнуть Анжелику удалось лишь легкоатлетке из Германии – Сирке Шпигельбург. Своим прыжком Анжелика принесла сборной 11 очков и осталась довольна своим выступлением, как и зрители, которые после выступления ее еще долго не отпускали. «Такая поддержка огромная. Все кричали, хлопали. Поначалу это немного трясло, меня даже от этого сильно очень волновалось. Потом, в принципе, наоборот, поднимало настроение, заряд придавало. Так что спасибо всем еще раз». «За всех почти мы болели, конечно, за своих. Особенно наша землячка, она очень вдохновила нас. Я завтра же сына веду именно секцию прыжка в высоту, в шестом». Противостояние с немецкими спортсменами было не только в секции прыжки с шестом. В течение всего первого дня именно победители прошлого года были нашими основными соперниками, наряду с французами и англичанами. «Все вам хорошо. Обидно, что проиграла только немцам. Ну, потому что у нас идет все-таки командная борьба, вот, а не личный вид. И они наши главные конкуренты. Как показывают прошлые года, немцы будут основными конкурентами нашими». «Мы хотим выиграть, но мы знаем, что Россия гораздо сильнее, чем раньше. Мы были очень близко, но они оказались немного сильнее. Разрыв был совсем небольшим. Российская команда очень сильная». Однако первый день удачным стал именно для российской сборной. В копилке наших спортсменов 187 очков, и далее в турнирной таблице закрепились Франция и Германия. Несильно изменилось положение во второй день соревнований. В лидерах также Россия, где легкоатлеты один за другим показывали достойнейшие результаты, что даже главный тренер сборной не усидел на месте. «Конечно, ответственность чувствуется на каждом старте. Но я был удивлен, и очень мне было приятно, когда ко мне приезжал главный тренер команды нашей страны. Обняв, поднял меня и сказал, Костян, молодец. Сразу какая-то усталость вся прошла. Я, по-моему, рад. Нет слов». Рады и все болельщики России. Многие из них ехали на чемпионат не один день, заранее забронировав места в гостиницах. «Мы целые сутки добирались сюда, в Чебоксары, на перекладных, на четырех автобусах доехали, удачно доехали. Знаете, когда душево увлекаюсь спортом и легкой атлетикой, не жалко ни денег, ни расстояния, ни времени, и охота приехать в такую даль». «За сборную России по всем видам! Болеем как можем! Стараемся! Молодцы, хорошо выступаем, довольны! Принимайтесь очень хорошо!» Достойную организацию соревнований в Чебоксарах отметили и сами спортсмены, их тренеры и представители Международных легкоатлетических федераций. «Все прекрасно, все на высшем уровне. Поддержка также для нас, для украинцев, очень приятно. Мы ведь братья. Все на высшем уровне, как в Европе. Вот были командные чемпионаты Европы в Англии, Германии, Швеции. Я могу сказать, что у вас не хуже, а публика даже повеселее, получше будет». «Проводя эти соревнования, мы можем сказать, что не только в Москве и Санкт-Петербурге мы можем проводить такого масштаба соревнований, а такие города, которые действительно теплые, уютные, и атмосфера действительно дружелюбная, люди открытые, и это очень радует». Ход подготовки к чемпионату в Рио главы Чувашии контролировал лично. «Я общался с разными гостями, олимпийскими чемпионами. Все рады, все довольны, все впечатлены. Иностранцы не ожидали, они думали, приедут в какой-то регион непонятный. Они приехали, говорят следующее, Москва – это Москва, в регионах, в Чебоксарах, еще лучше сказали. Вот это здорово, это оценка». Хорошая организация соревнований очень помогла спортсменам. На счету нашей сборной 368,5 очков и золотой кубок командного чемпионата Европы по легкой атлетике. Далее в турнирной таблице представители Германии и Франции. Но противостояние и конкуренция – это только на время соревнований. Как только накал страстей и эмоций стихает, на первый план выходят дружеские отношения, когда и пошутить друг над другом не грех. «Это был фактически матч-реванш прошлогоднего матча, который проходил в Германии. У немцев на родине, когда они выиграли, нам нужно было принципиально брать реванш у себя дома. Ну, в общем, все получилось. Я уже говорил сегодня и повторюсь, что все ребята молодцы, все отработали на полную, все доборолись до последнего. И все тренеры – огромное всем спасибо личным тренерам, старшим тренерам по видам, медицинскому персоналу. Мы были одной командой, едины, и поэтому все получилось». На закрытие чемпионата приехал министр спорта России Виталий Мутко. Вместе с в Рио главой Чувашии он проехался по спортивным объектам республики. Но, конечно, главное внимание было приковано к последним стартам чемпионата. Он принял участие в церемонии награждения и встретился с российской сборной – триумфатором чемпионата. «Мне кажется, такой турнир команды, это как жемчужина в легкой атлетике. Мне кажется, он очень удачный, когда только 12, по сути, стран, только финалы, только сильнейшие. И среди них вы самые сильнейшие. Это, конечно, здорово. И я скажу здесь, неважно, кто даже сейчас победил, кто какое место занял. Главное, что мы видели, что вы каждый выступали за страну, и каждый чувствовал. Вот он, знаете, даже понимает, что он может первый не прибежать, но вот ускорится хотя бы еще один балл, копилку. И это, конечно, здорово. Поэтому, конечно, вам огромное спасибо. Я всегда знал, что в легкой атлетике у нас работают самые талантливые, самые красивые, самые, знаете, вот преданные спорту люди. Победа российской сборной на Чувашской земле весьма показательна. Благодарим, Виталий Ильич, вам за выделенные инвестиции. Это не первый год практически. Мы строили и строим объекты в среднем за последние пять лет в год один миллиард рублей только на строительство объектов. Выделяем с одной единственной целью, чтобы гражданин России был здоровым, энергичным, крепким человеком. Благодарен руководству Федерации по легкой атлетике Юрию Михайловичу. Вас, вы наш друг, любит нашу землю. Энергетика у нас вообще хорошая. Когда чемпионаты России проходили по отбору сборная команда, рассчитывали там, ну, где-то три-четыре, отбирали намного больше. Поэтому мы всегда готовы создать все условия, когда вы хотите по своим отдельным программам приезжать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова